Николай начальник производства на одном из крупных ставропольских хлебозаводов. Он любезно согласился протестировать самые обычные булки хлеба, которые мы приобрели в самом обычном магазине. Так, значит, состояние внешнего вида. Внешний вид, форма не совсем, конечно, хорошая, неровности на поверхности, вес не соответствует нормам. Посмотрим, мякиш. Состояние мякиша удовлетворительное. Аромат не ярко выражен. Большое содержание, видимо, дрожжей в тесте. Этот образец получил оценку удовлетворительно. Следующий самый ходовой. Хлеб формовой или попросту кирпич. Образцы проверяют на внешний вид, плотность мякиша, запах и цвет. А еще взвешивают. По нормам батон должен весить 300 граммов, кирпич полкило, серый 450 граммов. Внешний вид светловатый. Вес, но отклонения в весе тоже есть. Не совсем то, что нужно. Резко выраженный запах дрожжей в данном образце. Цвет и форма не совсем хорошие, то, что нам нужно. Грязный. Состояние данного образца отвратительное. Третья булка. Серый хлеб очень популярного сорта. Вес в норме, все остальное тоже в порядке. Жанна пшеничная. Вес соответствует нормам. Выраженный аромат брожения. Мякиш достаточно сочный, не сухой. Заключение данного образца. Хорошо. Четвертый хлеб такой же формовой. Соответствовал весу, но не устроил экспертов по качеству мякиша и запаху. Сильно пахнет дрожжами. Необходимость подобных проверок обозначил глава края на очередной панерке правительства. Он поручил разобраться с жалобами потребителей на качество хлеба, которое они покупают. Нерадивых пекарей будут наказывать. Вижу выход один. Несчадно закрывать всех, кого кто нарушает. Пекарен у нас предостаточно. Не хватает. У нас есть пекарни в колхоз и совхозах, где прекрасный хлеб выпекается. Да, уверен, наш третий хлебокомбинат сможет закрыть потребности, как минимум, города и прилегающих районов. Сами наплодили вот этих мини-пекарен, которые химичат. Это в нашем-то богатейшем по качеству зерна и муки регионе продавать некачественный хлеб и какие-то там давать еще пояснения. Это никуда не годится. Николай и его коллеги не претендуют на то, что они истинно в последней инстанции. Они всего лишь говорят о том, что некоторые нарушения в производстве и дальнейшем хранении хлеба все же есть. В трех видах данной продукции явное нарушение норм закладки и наверняка транспортировки и хранения продукции, готовой продукции. Только образец под номером 3 соответствует правилам, норм закладки и соблюдениям технического процесса. После поручения губернатора такие проверки только гораздо более строгие. С привлечением еще большего количества экспертов должны пройти еще многие образцы продукции из Ставропольских хлебопеков. Алексей Форсиков, Андрей Чернов, Информбюро.